Прошло совсем немного времени с тех пор, как вышел Passat восьмого поколения. И тем не менее, Volkswagen предлагает эту модель уже с новым мотором. Мы уже привыкли, что Passat смотрится солидно, но скучновато. Однако, последнее поколение модели стало исключением. Машина радует ярким стремительным дизайном. Приземистый, атлетичный кузов, узкие светодиодные фары, солидная хромированная накладка в верхней части радиаторной решетки. В погоне за формами немцы не забыли и о практичности. Так, объем багажника составляет внушительные 586 литров. Причем открыть его можно и бесконтактным способом. Достаточно провести ногой под бампером. Еще одна продуманная деталь – убирающаяся за эмблему камеры заднего вида. Благодаря этому нюансу она никогда не загрязняется. Конкуренты Passat такого решения не предлагают. Речь о Ford Mondeo, Hyundai i40, Mazda 6. В салоне складывается впечатление, что оказался в машине классом выше. Отделка, оснащение, дизайн. Все это, конечно, впечатляет. Главное, на что здесь обращаешь внимание – растянутые по всей ширине ребра дефлекторов системы вентиляции, которые прерывают стильные аналоговые часы и не менее стильная интерактивная панель приборов. Под капотом тестового седана мягко стрекочет новый бензиновый двигатель с рабочим объемом всего-навсего 1,4 литра. Но за счет турбонаддува его мощность достигает солидных 150 лошадиных сил. Уровень динамики приятно удивляет. Автомобиль буквально срывается с места и мчит вперед с азартом и ново-купе. 8,5 секунд разгона до сотни – весьма достойный результат. Правда, такая активность доступна исключительно в спортивном режиме работы трансмиссии DSG. Если перевести селектор в обычное положение, машина поедет не так резво. Но в любом случае Volkswagen остается экономичным. Даже если лихаче средний расход топлива не превышает 10 литров. На ходу машина демонстрирует благородные повадки. Она пленяет тишиной в салоне и отточенной управляемостью. Курсовая устойчивость напрямую железобетонная. Автомобиль летит стрелой даже по волнам и колеям. Ни раскачки, ни кренов. Не пасует он и в поворотах. Держится за траекторию мертвой хваткой. Чему в немалой степени способствует электронная межколесная блокировка дифференциала XDS. А благодаря адаптивному шасси есть возможность кардинально менять характер автомобиля. Этого двигателя Passat вполне хватает. Продуманный салон и отточенные ходовые качества тоже впечатляют. В общем, за более мощный вариант я бы доплачивать не стал.